Добрый день! Сегодня буду ремонтировать телевизор Sony. Модель телевизора KV-M2180K. Данный телевизор не включается. При включении в сеть не горит даже индикатор питания. Итак, почистил я уже телевизор. Сейчас проверим, исправим ли предохранитель. Как видим, предохранитель у нас цел. Итак, снова включаю в сеть. Посмотрю сейчас напряжение на сетевом электроэлектрическом конденсаторе. Это C606. Как видим, напряжение 306 вольт. Напряжение присутствует. Также проверим напряжение повторительной цепи блока питания. Итак, диод D606. Итак, напряжение отсутствует. Итак, сейчас проверю, есть ли напряжение на микросхеме блока питания. Позиционный номер IC601. Данная микросхема это STR-S5707. На первом выводе должно быть около 300 вольт. Как видим, 308 вольт. И также проверю еще девятый вывод микросхемы. Там должно быть в районе 8 вольт на данном выводе. А у нас здесь 0,4 вольта. Напряжение также отсутствует. Сейчас необходимо будет проверить обвязку данной микросхемы. Также проверить, нет ли у нас короткого замыкания во вторичке. Но обычно при коротком замыкании во вторичке части блока питания на телевизоре наблюдается попытка запуска в виде цокота. Если по простому сказать. Итак, подключил я лабораторный блок питания к данной микросхеме. В общем, каким способом можно проверить эту микросхему. Подключаем к девятому выводу 8 вольт. И с восьмого вывода смотрим при помощи осциллографа, что у нас тут происходит. Конечно, неудобно пользоваться таким осциллографом. Ну как, пользоваться удобно, снимать неудобно. Подключаю к восьмому выводу. Ну и как видим, импульсы имеются. Это нам говорит о том, что по всей видимости микросхема исправна. Итак, напряжение для запуска данной микросхемы формируется следующим образом. Переменная напряжение поступает на резистор R604. Далее на диод. И уже идет на девятый вывод. Сейчас проверим, исправен ли резистор и диод. Резистор исправен. И диод D601. Диод также исправен. Скачала схему на данный телевизор. Это же CBE4. На данной схеме навряд ли вы что-то поймете. Так как здесь очень плохо что-то видно. И также в начале видео я немножко оговорился, назвав микросхему STR-S5707. На самом деле здесь установлена микросхема STR-S5706. Но в принципе это одно и то же, только немножко помощнее. При замере на девятом выводе у нас было напряжение 0,4 В. Что очень мало напряжения на данной микросхеме во время запуска формируется следующим образом. У нас напрямую с переменки приходит через резистор R604 номиналом 47 кОм. Далее через диод D601 напрямую уже поступает на девятый вывод. Но также у нас здесь установлен фильтрующий конденсатор C607 220 мкФ на 25 В. Я его попробую заменить. Ну и заодно в принципе поменяю и конденсатор C608 10 мкФ на 50 В. И конденсатор C6010 100 мкФ на 25 В. Так как телевизор уже довольно-таки старый. Возможно у данных конденсаторов очень большие отклонения. Также сразу проверю всю обвязку данной микросхемы. Перед проверкой конденсатора обязательно нужно разряжать. Емкость 89 мкФ и ESR 0,71 Ом. А по-хорошему должно быть 0,3 Ом. Ну и 89 мкФ это не 100. Далее конденсатор C608 10 мкФ на 50 В. Далее конденсатор C608 10 мкФ на 50 В. Должно быть около 1,6 Ом. Данный конденсатор также неисправен. И конденсатор C607 220 мкФ на 25 В. Смотрим 231 мкФ на 0,63 Ом. У нас тут должно быть 0,25. В общем данные конденсаторы необходимо будет поменять. Также, пожалуй, проверю вторичную цепь блока питания на отсутствие короткого замыкания. Тут также необходимо будет пропаять вторичку блока питания. Диод D608 короткое замыкание отсутствует. Диод D607 короткое замыкание также отсутствует. Диод D606 также все в порядке. По крайней мере во вторичке у нас короткого замыкания нету. Так что вторичка не может тут препятствовать запуске данной микросхемы. Ну что же, поменял я конденсаторы на данной плате. Сейчас проверю резисторы и диоды. Диод D603. Какое-то непонятно в обе стороны. Скорее всего, из-за микросхемы. Диод D604. Диод D604. Следующий диод D602. Так же не ясно. Диод D605. Диод D605 исправен. Так. Визистр R604. 47 кОм. Все в порядке. В данном случае показывает 22,5 Ома. Возможно, влияет микросхема на показания. Сейчас более внимательно смотрю перебичку блока питания. Если что, будет найдено. Все это покажу. Итак, выполнил я микросхему STRS 5707. После этого проверил все радиодетали. Все они соответствовали своему номиналу. Ни каких оклонений абсолютно не было. Поэтому принял решение поменять на другую микросхему. Вместо предохранителя установлю лампу накаливания. для того, чтобы в случае чего не испортить другую микросхему. И проверяем. Как видим, попытки запуска у нас были. Далее, сейчас я уберу лампу накаливания. И установлю на место предохранитель. Устанавливаю предохранитель. И запускаю телевизор. Телевизор сразу же перешел в рабочий режим. Сейчас подключу антенну и проверю изображение. Ну что же, телевизор у нас работает. Изображение есть. Несправной оказалась микросхема STRS 5706. Заменил данную микросхему на STRS 5707. После замены работоспособность телевизора полностью восстановилась. Но что скажу о способе проверки данной микросхемы. Я его нашел в интернете. Там с помощью отдельного блока питания подается 8.5 Вольт. И уже с 8 вывода смотрим генерацию. Как изначально вы видели, данная микросхема выдавала какой-то сигнал. В принципе, правильной формы он был. Но запуска не происходило. При подключении от сети. По всей видимости, виной выхода из строя оказались конденсаторы в первичке данного телевизора. Это C610, C608 и C607. Очень часто при значительных ухудшениях параметров данных конденсаторов выходит из строя данная микросхема. Также проверю конденсаторы и во вторичке блока питания, и в обвязке кадровой развертки. Собственно, снимать это я не буду, так как полно видео у меня имеется о том, где и что, как проверять конденсаторы. Смысла в этом просто не вижу. Покажу лишь, если будут какие-то обнаружены неисправные конденсаторы. В общем, собственно, по поводу способа проверки отдельным блоком питания данных микросхем. Можно так сказать, он не совсем уж правильный. Даже при наличии генерации данная микросхема не запускается. Во время проверки были обнаружены конденсаторы с заниженной емкостью. Это конденсаторы C621, 1000 микрофарад на 25 вольт, и C503, 1000 микрофарад на 35 вольт. У них была емкость 800 микрофарад, а заявленная 1000. И конденсатор маленький C507, 1 микрофарад на 50 вольт. У него была повышенная ESR. Вот эти два конденсатора C507 и C503 стоят в обвязке микросхемы кадровой развертки. Ну, а конденсатор C621 в вторичной цепи блока питания. Итак, проверил я кнопочки в данном телевизоре. Практически все работают, кроме вот этой вот второй кнопки. Это своего рода меню, либо настройки яркости, контрастности. То есть срабатывает она через раз. Бывает такое, что при окислении контактов в данных контактовых кнопочках, вместо того, чтобы прибавить или убавить звук, может происходить такое, что входит в меню, либо переключает каналы. Ну, в общем, работают некорректно тогда эти кнопочки. Сейчас поменяю данную кнопочку. Снимать я это не буду. Если что, ссылку на кнопочки дам в описании, может кому пригодится. Там они достаточно дешевые. Ну, а так, ремонт телевизора завершен. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok